В этом выпуске проведем день в ресторане. Ребята, всем доброе утро. Еще один потрясающий день в нашем ресторане. Узнаем, что такое экосистема для ресторанного бизнеса и каков результат. Крем был в козьмой молоком. Это еще, мне кажется, лучшее, что я ела в своей жизни. А шеф-повар Роман Денискин приготовит десерты ресторанного уровня. Я Роман Денискин, шеф-повар. Я с детства знал, что буду главным на кухне. Я прошел длинный путь, научно подходил к еде, открывал новые кафе и рестораны. Я создавал шедевры высокой кухни, увлекался авторскими идеями, погрузился в историю русских рецептур. Но спустя много лет я понял одно – еда должна быть простой и вкусной. А молочные продукты – одни из главных помощников шефа. Молоко противопоказано при установленной лактазной недостаточности, аллергии к белкам коровьего молока и при наличии у пациента клинических проявлений пищевой непереносимости. Сегодня у нас будут десерты. Первый десерт – это будет домашнее мороженое. Покажу, как полностью с нуля сделать прям настоящий пломбир. И второе – это банановое суфле. Трудоемкий процесс, но результат, конечно, очень эффектный. Прям супер. Ну что, мы начнем с мороженого. Сегодня у меня молочные продукты от торговой марки «Русское молоко». «Русское молоко» – это по-настоящему натуральная молочная продукция из подмосковного города Руза. Компания работает на рынке уже 20 лет и имеет широкий ассортимент, а главное – высокие стандарты качества продукции. Прочите этикетку – вы всегда найдете чистый состав и минимум ингредиентов. Кстати, творог, сметана, кефир, ряженка и сливочная масса торговой марки «Русское молоко» обладает знаком качества от Роскачества. Продукция от «Русского молока» натуральная, безопасная, идеально подходит для кулинарных шедевров, а самое главное – она невероятно вкусная. У нас мерный стаканчик с вами есть. И отмеряем 200 грамм, 200 миллилитров, да? Ну, 200 грамм, 200 миллилитров – примерно одно и то же. Выливаем в мисочку. Теперь мы с вами начинаем забивать. Сначала мы будем забивать на маленькой скорости, а потом постепенно, постепенно, постепенно ее увеличивать. Именно скорость блендера. И потихонечку увеличиваем скорость. И, помогая рукой, делаем волнообразные движения. Все, можно увеличивать на максимум. Сливки моментально густеют. Реально сливки для взбивания. Взбивайте холодные сливки, тогда вас ждет быстрый успех. Однако, не слишком усердствуйте. Сливки можно перезбить. И потихонечку, помаленечку будем добавлять с вами сгущенное молоко. Оставляем ту же самую скорость, чтобы сгущенное молоко полностью распределилось по нашей массе. Все, достаточно. Так, и, в принципе, мороженое готово. Нам надо только что с вами сделать. Просто переложить в удобный контейнер, закрыть и поставить в морозилку. Единственный нюанс, чтобы приготовить рыхлое, вкусное, сливочное мороженое, к которому мы привыкли, надо будет проделать несколько этапов. Сейчас вам расскажу, какие, пока я буду переливать массу в контейнер. Я взял широкий контейнер для того, чтобы быстрее масса схватилась. И нужно будет провести некоторые манипуляции с этим мороженым. А именно, раз в 30 минут, примерно 5-6 раз через каждые 30 минут, надо будет наше мороженое немножко помешать, для того, чтобы не было образования кристалликов льда в наше мороженое. Все. Отрезаем пищевую пленку. Мороженое я ставлю в морозилку. Увидимся с ним через 30 минут. Пока домашнее мороженое стабилизируется в морозильной камере, предлагаю отправиться в ресторан, но не перекусить, а провести там один день и посмотреть, как все устроено. Молоко – это один из самых удивительных даров природы. За тысячелетия человек научился находить с ним общий язык и превращать в очень разные продукты. От чистого молока человек пришел к гастрономическим изыском, кропотливо колдой над сырами и другими рецептами высокой кухни. Сегодня мы проведем день в ресторане, который себя позиционирует как экосистема. Прорабатывая меню, шефы приняли решение, что им нужны не просто локальные продукты, а продукты, полученные и выращенные собственноручно. И были открыты сыроварня, хлебопекарня и ферма. В этом ресторане наглядно представлена цепочка культа продуктов – от создания и до идеального вкуса, где молочные продукты занимают одну из главенствующих ролей. Но начнем все по порядку. С утра. Ресторан каждый день открывается с 10 часов, а иногда с 9. В выходные дни он открывается с 9, иногда с 8.30. Это важно для того, чтобы команда и кухня, и зал могли позволить себе нормальный ритм работы. Самое начало рабочего дня. Это всегда одни и те же ритуалы в зале. Расставить стулья, поправить подушечки на креслах, накрыть столы, поставить тарелки, салфетки и обязательная короткая встреча к кухне с залом, то есть поваров и официантов. Ребят, всем доброе утро. Еще один потрясающий день в нашем ресторане. У нас на сегодня 65 человек. У нас основная волна приходится на обед и ужин. В 3 часа мы ожидаем 30 раз, 8 человек. И потом, в основном, после 5-6 ужина мы ждем в расчетах, 6 человек. У нас уже ожидают 8 на входе. Вот, как-то так. Всем хорошей работы. Давайте похлопаем себе. Добрый день. Пока в зале появляются первые неспешные гости, на кухне уже все должно быть готово для меню первой половины дня. В утреннем меню много блюд с сырами и кисломолочными продуктами собственной сыроварьи. Мы должны обсудить позиции меню. Да, у нас на самом деле в течение дня действуют два разных меню. Сейчас вы у нас пробуйте меню бранчей. Здесь позиции на завтрак и на обед. Самые бомбовые – это яйца пашот и омлет с молодыми сырами. Там бринза и рикотта нашего производства. В разделе ниже есть два варианта каши. Одна в более соленую сторону уходит с ароматной фетой и малосольными огурцами. А вторая – сладкая на кокосовом молоке, рисовая, с брусникой, клюквой и топинамбуром. Молочная концепция очень сильно подчеркнута. То, что я вообще, благодаря чему я здесь, наверное, остался – это сыры и хлеб. Я сыры стараюсь просто обыгрывать, делать их какими-то полноценными блюдами. Молоко и сыр, я могу сказать, за два года, пока я здесь, очень сильно выросли в качестве, что делает Саша. Например, иногда я, наоборот, не глушу сыры каким-то вкусом. Я просто выкладываю, у нас есть сырная тарелка, мы просто выкладываем разные сыры, и можно попробовать. Например, шевр. Для русского человека я немножко подмариновываю хреном и сметаной, и тоже подаю на датском хлебе. После утреннего меню наступает смена вечернего – более плотного, белкового, сложного по вкусам, где гостю может понадобиться помощник и путеводитель. У нас идет очень много взаимодействия с кухней, с шефом, с ребятами. Они нам все рассказывают про каждое блюдо, не просто из чего оно состоит, а как оно готовится, откуда что идет, почему именно так решили, что на ферме проросло то или другое. Не знаю, кто-нибудь привез какой-нибудь рецепт откуда-то, и поэтому мы делаем это блюдо. И поэтому ты знаешь, что за каждым блюдом стоит какая-то идея, какая-то история. И мы стараемся и гостям все это очень транслировать, чтобы это была не просто тарелка, это была тарелка с едой, за которой стоит очень много всего интересного. И мне кажется, это даже влияет на восприятие. Тебе интереснее есть, у тебя шире, как будто бы плюс еще один рецептор накидывается во рту, и ты уже не просто сходил на обед, а вот у тебя новое впечатление яркое случилось. К 23 часам рабочий день ресторана подходит к концу. Все консервируется на кухне до завтрашнего дня, начищается до блеска посуды, приборы и все, к чему прикоснутся завтра гости, когда войдут в открытые двери. И завтра их снова будут ждать свежеиспеченный хлеб, сыры, выложенные на витрине, а по столам расставленные букеты. И так день за днем, из года в год. Ну что, пока наше мороженое застывает, мы с вами сделаем банановое суфле. Но чтобы сделать нам наше суфле, мне понадобится ковш. Сегодня мой главный помощник на кухне – ковш от надоба, минералика, с крышкой из закаленного стекла. Ковш выполнен из литого алюминия и подходит для любого типа плиты. Главной особенностью каша является многослойное антипригарное покрытие «Плуфон» на основе структуры гранита, нанесенного внутри и снаружи посуды. Прост и удобен в использовании. Идеальное плоское дно обеспечивает эффективный и равномерный нагрев. Ручки с покрытием soft-touch не нагреваются. В процессе приготовления можно пользоваться не острыми металлическими предметами. Приобрести посуду коллекции минералика можно в интернет-магазине «МВидео». Чтобы нам приготовить наше банановое суфле, нам нужно с вами приготовить заварной крем. Так, и нам нужно налить с вами молока и сливок. Так, беру сначала молоко. Все от торговой марки. Русское молоко. Так, и наливаю 150 мл. Жирность у нас 3,2-4. Так, и нам понадобятся жирные сливки. И как раз наши сливки 38% также от компании «Русское молоко». 100 мл отмеряем и наливаем. Так, и нам надо это все вскипятить. Яйца отделяем. Так, сюда у нас пойдут желточки. Сюда пилки. Раз. Ага. И третье яйцо. Так, смотрите, вот сюда мы добавили с вами желтки, сюда белки. Сахар. 50 грамм вот сюда. 15 грамм муки. И 10 грамм крахмала. Все вот сюда. Беру венчик от торговой марки «Надобо». И здесь взбиваю. Параллельно смотрю за молоком, да, чтобы не убежало. И здесь хорошенько мы перемешиваем с вами. Молоко у нас закипело. Выключаю. Ну так, отставляю и выключаю плиту. Так. Хорошенько перемешали. И теперь, чтобы сделать хороший заварной крем, надо добавить отсюда буквально пару ложечек горячей основы. Это делается для того, чтобы потом, в дальнейшем, наш заварной крем не пошел комками. Одну ложечку и потом вторую ложечку. И сейчас активно, быстренько перемешать. Влить небольшое количество горячего молока в яичную смесь необходимо для того, чтобы слегка повысить температуру яиц. Ведь если вы этого не сделаете, то можете создать шок для яичной смеси, поместив резко в горячую среду. И яйца от этого могут просто свернуться. Аккуратно, тоненькой струечкой, выливаем это обратно. И начинаем процесс заваривания. Заварной крем – это вкуснейшее кулинарное изобретение. Но при заваривании его нельзя оставлять. Стойте, помешивайте, и ваш труд будет вознагражден. Уже начал густеть. Видно, уже сопротивление в руке происходит. Смотрите, процесс, в принципе, завершен. Сейчас нам надо, чтобы немножко подостыло. Это получается достаточно густой крем, который остается на венчике, да, и вот такими полосками, да, скапает у нас вниз. Так, ну что, пока оставим. Дальше мы с вами берем банан. Это примерно такой один средний банан. Мы его сейчас почистим. И в блендере измельчим с апельсиновым соком. Ломаем банан произвольно. Примерно пока что 50 миллилитров апельсинового сока. Ну вот так. И измельчаем в блендере. Готово. Больше добавлять апельсиновый сок я не буду. Получается такая, как бы, пюрообразная консистенция смузи, я бы сказал бы. Еще бы с водой молока добавить, и получится прям настоящий смузи. Добавляем вот сюда банановый смузи. И аккуратно перемешиваем. Получился бананово-апельсиновый заварной крем. Прикладываем вот сюда. Ну, он уже готов. Мы с вами сейчас займемся формами. У меня-то есть такие керамические формы. Ну, вот такие. Симпатички. Симпатюли. Что нужно с ними сделать? Их надо хорошо смазать сливочным маслом. От торговой марки «Русское молоко». Берем силиконовую кисточку, да, удобную, чтобы нам как раз все смазать. Масло комнатной температуры, да, чтобы нам было удобно. Смазываем нашу формочку. Если время между охлаждением крема и перекладыванием его формы затянулось, то накройте крем пищевой пленкой, чтобы он не заветрился. Теперь нам нужно обязательно их просыпать сахаром. Берем сахар. У меня здесь вот есть как раз. Отсыплен. И вот так аккуратненько мы с вами просыпаем сахар. И вытряхиваем излишки. Это делается для того, чтобы появилась карамельная корочка. Небольшой хрустящий вкус. Отлично. И теперь нам нужно эти формы поставить в холодильник, чтобы масло чуть-чуть подзастыло. А мы будем сейчас продолжать работать с нашим кремом дальше. Так, ну что, дальше мы с вами работаем с белками. Нам нужно сбить белки также до пышной массы. Как это сделать? У нас здесь с вами три белка. Мне надо чуть-чуть посолить, буквально чуть-чуть, чтобы была стойкая пена. И чуть-чуть добавим лимонного сока. Но лимонный сок, я думаю, с вами добавим в массу. Вот сюда сразу же чуть-чуть, буквально... Вот у меня есть лимонный сок. Буквально чуть-чуть. Это, опять же, для вкуса. Но не больше. И хорошенько перемешаем. Приступаем к взбиванию белков. Опять же, как всегда, мы начинаем с маленькой скорости. И потом потихонечку мы увеличим, увеличим и увеличиваем. Здесь уже, вот на этом этапе, мы с вами уже потихонечку будем добавлять сахар. Но сахар сразу же добавлять нельзя. Постепенно, да? Добавляем. И считаем. 10 секунд, опять взбиваем. Раз, да? Два. 10 секунд прошло. Вторая часть. Так, нам нужно стойки-пики, да? Помните, да? Опять проверяем, как у нас это все происходит. Стойки-пики, мне кажется, стойки, да? Никуда не уходит. Все находится в миске. Супер. Так. Теперь самый важный этап. У нас с вами есть банановая наша вкуснятина. Заварной крем. Вообще классная, красивая текстура. Пахнет бананом. Отлично. Теперь самый важный этап. Смотрите. Белки мы должны с вами разделить пополам. То есть 50% мы сейчас вмешаем туда венчиком, а дальше 50% мы с вами будем делать лопаткой. Для чего? Для того, чтобы наша масса получилась пышной. 50% себе кладем сейчас сразу же сюда. Можете смело. Вот так. Почему я взял, да, большую миску? Удобно работать. Как раз все перемешивается. Отлично. Вот мы с вами перемешали. Добавляем белки уже, остаток белков, в нашу массу. И очень медленно мы начинаем перемешивать. Медленно-медленно. Аккуратненько. Видите, какая пышная консистенция получается? Такая прям воздушная. Так, ну что, масса готова. Достаем наши креманки. Они у нас как раз холодненькие. Теперь мы с вами берем половничек. Вот такой возьмем половничек. От торговой марки надо бы. И вот эту воздушную массу вот сюда. Вот так. Вот. Так. Так, теперь смотрите, что нам нужно сделать. Надо взять лопатку торговой марки надоба. Она вот такая есть, как раз прямая линия. И мы с вами лишнее сейчас вот так аккуратненько убрали. Мы ставим сюда и начинаем вот так отбивать. Это нужно для того, чтобы ушли все пузыри у нас в форме. Теперь нужно что сделать? Во-первых, убрать излишки, которые у нас есть здесь. Берем большой палец. И вот так мы с вами проводим. Это делается для того, видите, как красиво получилось? Делается для того, чтобы суфле очень красиво поднялось, как гриб. Аккуратно здесь все убираем, да? И проводим большим пальцем. Ну и палец, конечно, у меня самый чистый на планете. И начинаем ставить наше суфле в духовку. Вот так поставим, чтобы на равном отдалении были друг от друга. И закрываем духовку и засекаем 15 минут. Выпекать мы будем при 180. Так, ну что? Я достал из морозилки наше мороженое. Давайте посмотрим, что с ним случилось. Как видите, масса немножко подморозилась. И активно вот так перемешаем. Видите, масса уже схватилась, но внизу, внизу, а вот по краям уже очень хорошо схватилась. И мы вот прям раздалбливаем, да? Размешиваем мороженое. Плюс мы знаем, что в этом морожене. Мы знаем состав. И мы уверены в сливках от русского молока. Все. Активно перемешали. Берем пищевую пленку, обратно заматываем и отправляем в холодильник. Пока нежное банановое суфле запекается, и у него тихонечко поднимается воздушная шапочка, предлагаю вернуться в ресторан, в котором все направлено на получение идеального вкуса в каждом блюде. Очевидно, что не каждый ресторан может назвать себя экосистемой. Да и не каждому ресторану это нужно. Но что значит быть именно таким рестораном? В экосистему входит три базовых направления. Это ферма. Она овощная, там нету животных. Вторым направлением является хлеб. И третье направление, сырное направление. Тут следует сказать, что мы используем молоко в хороших хозяйствах. У нас нет своего молока на данный момент. Это наши мечты и фантазии. Я надеюсь, когда-нибудь они сбудутся. Мы самостоятельно пастеризуем молоко, потому что для нас важны способы пастеризации. И Саше на производстве удается давать сыр с очень высокими вкусовыми качествами именно молока, места, где находятся коровы, что они едят из сезона. Особенно ярко это, конечно, видно по козьему молоку, когда весной это такие очень-очень яркие козьи сыры, очень выразительные. А к осени сыры козьи становятся более аккуратными. Собственное производство хлеба и сыров дает возможность в прямом смысле играть со вкусами и выстраивать нужную палитру оттенков. А значит, радовать и удивлять гостей. Решения принимаются прямо здесь, на кухне. А в свежих сырах у нас сулугуни. Ты хочешь его уводить из копченой, просто делать не копченым. И, как мы говорили, большим блоком, чтобы его было можно резать. И в лавке продавать большим продуктом. И помнишь, мы делали как-то бургеры, нарезая его под гауду? Да, единственное, он не такой плотный был. Не плотный? Сейчас? Ну, если его большим делаете, не коптите. А, то есть копчение, он просто влагу-влагу. Ну, его можно сушить. Вот в этой сушке машины можно сушить его. Хорошо. По буфете. У тебя была задумка, что ее выводить пока что и переходить на брынзу, ты остаешься в этой парадигме. Да. Она не очень сильно продается. Ты думаешь, что это просто люди реагируют, что это именно из коровьего молока? Ну да, она достаточно ровная по вкусу, в отличие от овечьей. А если сделать и козье, и коровье пополам, то он не будет пугать козьим вкусом и как раз более мягкий будет. Александр Малютин. Сегодня шеф сырного производства в ресторане. Но начинал он с домашнего сыроварения в простой кастрюле на плите. Его увлек впечатляющий процесс трансформации молока в бесчисленное количество видов сыра. Сыроварение – это сложная коллаборация человека и его замысла, окружающей среды и особенностей молока. Такие постулаты опубликованы на сайте ресторана. Создавая, выращивая, замешивая продукты для ресторана, важно их не только взрастить, но и грамотно преподнести. О сыроварении нам изначально очень много рассказывали. Назнакомили с Сашей лично, рассказывали историю, как он зашел в ресторан и как это вообще началась вся история с сыром. А потом мы по очереди каждый постажировались на нашем производстве. Мы каждый посмотрели, как это все устроено, как варится сыр. Мне это очень нравится, что ты сам лично все это посмотрел, послушал людей, которые делают это руками. И как раз таки ты, как человек, работающий в зале, такой транслятор, который может это донести гостю. И вот это вот очень круто, наверное. Поэтому мы знаем все. Ресторан подобен театру. Посетители, как зрители, приходят, изучают меню, выбирают то, что соответствует аппетиту и желаниям. А перед ними, как актеры, разыгрывают свои роли хостес, официанты, повара. Но все же главные герои встречи – сами блюда. Те, ради которых все и устроено. Те, ради которых пришли гости и были разыграны все роли. С ожиданием аплодисментов в финале. А точнее, с ожиданием простых слов. Спасибо, это было очень вкусно. Мы обязательно придем к вам еще. Так, ну что, суфле готово. Я его вытаскиваю. Смотрите, какая красивая бамбяо. Просто. Это просто какое-то маленькое произведение искусства. О, красота какая. Так, и мы с вами посыпем сахарной пудрой. Красивое суфле. Вот так. Красота? Мне кажется, красота. И вот получается такое даже, знаете, не мороженое, а, знаете, такое, как джелата получилось. Вот так накатываем. Если вы хотите прям натурально, который накатывается, будет ложкой, это, конечно, надо уже постоять больше одного часа. У нас стояло где-то примерно один час. Конечно же, это полтора, два, а лучше три. Но, опять же, не забывайте про перемешивание, прям постоянное перемешивание. Так, ну что, надо мороженое украсить. У меня есть такая терка. От торговой марки «Надоба» берем, ну, такую, наверное, крупную, да, и прямо вот трем сверху. Отлично. Смотрите, вот вроде обычное молоко, да, и продукты, да, из молока. Но какие блюда у нас получаются разные, да, и суфле, и мороженое джелата. Мне кажется, вот насколько молоко – классный продукт. У меня сложные отношения с козьим молоком, на наш скрэмбл с козьим молоком. Это еще, мне кажется, лучшее, что я ела в своей жизни, помимо стрипни моей бабули. Молоко – это продукт, как завещал великий Ферран Адриан, шеф Эль Були испанского. У каждого продукта есть одинаковая ценность. Нам повезло, что мы работаем с молоком, и я его люблю. Продукт с очень высокой ценностью. А сыр я люблю еще больше. И сыр как раз – это продукт моего регулярного потребления. И я очень рад, что я вернулся к потреблению сыра, потому что долгое время я не ел сыр в таком привычном для нас виде, потому что мне он не нравился. А сейчас сыр высокого качества, и мне очень нравится он. Поэтому я ем сыр каждый день. Ну, сыроделие будет усиленно развиваться. Я думаю, что у нас выстроится какая-то своя, свое небольшое, не знаю, наверное, видение или, может быть, свои вкусовые привычки, которые уже будут в дальнейшем влиять. Может быть, там, не знаю, появятся какие-то русские рецепты, там, условно, например, как алтайские сыры есть. Вот они реально русские, то есть их там же и сделали. Они, может быть, начнут укрепляться как-то, появятся еще какие-то местные, там, ну, условно, питерские или московские. Сыр – это зеркало души, вот так сказать. Напомню сегодняшние рецепты. Домашнее мороженое. Вливаем в миску жирные сливки и взбиваем блендером, насадкой, венчик. Во взбитые сливки тонкой струйкой выливаем сгущенное молоко и окончательно вымешиваем. Перекладываем смесь в стеклянную форму, накрываем пищевой пленкой и убираем в морозильную камеру. Но напомню, что каждые 30 минут, 5-6 раз, необходимо мороженое перемешать. При подаче выкладываем мороженое в миску, сверху натираем на крупной терке шоколад. Банановое суфле. Готовим заварной крем. Наливаем в ковш молоко, жирные сливки и нагреваем. Отделяем желтки от белков. Добавляем в желтки сахар, муку, крахмал и все перемешиваем венчиком. В яичную основу вливаем небольшое количество молочной смеси, перемешиваем, а затем переливаем в ковш с горячим молоком. Завариваем крем, постоянно помешивая венчиком. Доводим его до густого состояния. Очищаем банан и перекладываем в стакан для блендера. Вливаем апельсиновый сок и пробиваем. Вводим банановое пюре и лимонный сок в крем. Все перемешиваем. Перекладываем смесь в большую миску и даем остыть. Форму для суфле смазываем мягким сливочным маслом и обсыпаем сахаром. Ставим на некоторое время подготовленные формочки в холодильник, чтобы масло застыло. В белки добавляем соль и взбиваем блендером насадкой венчик. Затем поэтапно всыпаем сахар и продолжаем взбивать. В заварной крем вводим первую половину взбитых белков с помощью венчика. Оставшуюся часть белков вводим силиконовой лопаткой. Перекладываем суфле в холодные формы, срезая сверху лишнюю массу. Постукиваем формы о стол, чтобы осадить крем. Ставим суфле в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем 15 минут. При подаче посыпаем суфле сахарной пудрой. Исследователи молока считают, что молоко может заменить любой продукт. Но ни один продукт не заменит молоко. И я с ними полностью согласен.